всем привет иду на тольяттинский мост короче стою иду на тольяттинский моще прогуляюсь стою там на варике моргаю вот еще туда пойду посмотрим иду по мосту тольяттинскому иду там спереди на вариках стою случилось то что у меня запчасть одна отвалилась короче от хорошей дороги там на кочке прыганул хорошо так прыгнул короче думал уже все мост кончился разогнался а там прям такой трамплинчик хорошенький и одна запчасть отлетела расцветет покажу отвалилась у меня короче трубы не отвалилась труба выхлопная отвалилась нахрен лукантер конечно машине конкретный слышно не слышно камера передаст но по ушам долбит вам дорогая не доехал сегодня до ульяновском заехал короче на стояночку время у нас первый час ночи уже они первый час ночи по москве по местному все на втором этаже и у тебя всем спокойной ночи до завтра у меня до завтра вам одна секундочка всем доброе утро чем и выдвинулись сейчас мы уже к сызра не подходим сейчас через сызра на ульяновск пойдем вчера не доехал говорю вчера темно дождик еще кропить начал как решил короче принято решение было заехать на стоянку ну зато выспался со свежими силами выдвигаемся сегодня по планам загрузиться и так куда-нибудь опять наезд в идеале конечно бы до точки дойти но сегодня уже нереально это будет до точки дать ну будем стараться уйти по максимуму от места загрузки до места выгрузки вернолетики летают у нас вот на ремонте я прошел вам показывал да где пробка на ремонте было что-то случилось с камазиком никого хоть под себя-то не замял в чем ситуация была тут конечно непонятно вот процесс погрузки у нас идет сама едет толкать не надо 21 век чё хотел выгнали четырех узбеков из-за него а я думал кару взяли 4 сократили вернее кару купили 4 сократили уже сходил документы получил все меня все грузят ну да ладно пока грузятся чайку опять заварил чайку чайку сушки попьем да поедем вернее попьем пока попьем на загрузят мы загрузим сюда будем выдвигаться время у нас по московскому получается 20 минут через телефон смотрю 20 минут 11 по местам получается 20 минут 12 ну все загрузился выехал где-то сегодня долговато меня грузили часа два грузили сегодня обычно минут сорок-тридцать и выезжаешь а это блин два часа ну ничего трогаем время у нас половина двенадцатого вот эта дорога ульяновск саратов саранск эти 200 километров какая-то проклятая зона блин для меня вечно то дождь то ветер то снег блин то град то жара вот эти 200 километров тут 215 где-то 220 километров до от ульянска до саранска пока доеду я устаю блин как будто тысячу проехал километров а не 200 не знаю с чем это связано так почему то у меня такие ассоциации с этой дорогой вот здесь вот на базе крайний рейс когда ехал пластина оборвала на топливную заправка то лукойловская напротив заправки стал переворачивал пластины вот она заправочка сюда не помню что я за маслом ходил что ли кабину поднимать а вот здесь он стоял за пешеходником здесь на обочине стоял ремень на компрессор менял короче есть что с этим маслом вспоминать да не давал скучать вот в Чанзинскую горку поднялся вот здесь у меня на мазерфакере короче вот здесь вот здесь вот я говорю всю дорогу Липецк-Самара Самара-Самара-Ульяновск-Ульянов-Липецк через каждые там какие-то километры можно считать до ремень до генератор до трубочка до гидромуфта до вентилятор ну в основном ремни ремни конечно ремень компрессора это прям каждый рейс ремень компрессора и дорогие ставил и дешевые ставил ну не каждый рейс конечно ну через рейс можно сказать ремни менял ну вот тихим-тихим сапом добрались до Саранска локтем научился скоростя включать в одной руке телефон в другой руль локтем скоростя включая выключая так по планам что сейчас надо остановиться чайку погонять ну чё-нибудь перекусить ну чё-нибудь перекусить ну всё подчифанил постоял на прицепе колесо потянул колесо слабенькое было перекусил ну и что пора наверное выдвигаться будем выдвигаться потихонечку сейчас заедем на лукойл заправимся чуть-чуть погольём полёха как говорится для успокоения души для успокоения души и будем дальше путь продолжать так заходим на заправочку здесь конечно заезд на заправку желаю ждать лучшего а это петроил какой я думал лукойл блин это не лукойл вот херси ладно сейчас так на пару тысяч стою на границе ну Мордовия Пенза короче заправился нормально сейчас фильтра снимал блять менял ну фильтра уже мусорку выкинул не пойду туда за фильтрами от заправки отъехал не знаю сколько тут ну буквально может километров десять наверное максимум фильтра засрало не знаю ещё дальше посмотрим что будет вот вам ещё говорю заправляйтесь только на проверенных заправках а вот здесь вот на базе прокладки под коллектором менял вот на этом повороте говорю много теперь много воспоминаний ну вот и тихим сапом до Каменки добрались до дома нам осталось 360 километров ну свет вообще ребят кошмар просто ужас ну сами видите да что творится это ещё более-менее светло домой приеду надо первым вопросом со следом что-то решать фары дополнительные ставить эти восстанавливать так что я по ночам да как бы вообще по ночам сейчас не любитель ездить когда помоложе был когда только по ночам ездил а сейчас или остарел или чё не знаю как-то короче не любитель стал по ночам кататься так что так что так что наверно ща буду на стояночку заходить ночевать так говорите чё газелистов да ругаем вот я со стоянки выезжал он меня обошёл получается пока я разгонялся он меня обошёл вот всю дорогу ща мне едет кровь пьёт вот ща горит держит ща на горы уйдёт вот потом я его догоню опять у него упрусь и опять вот так вот будем ехать вот едем сейчас 60 километров где-то 65-70 вот тормозить дорога нормально все просматривается никого нету ну отпусти чуть-чуть его а ща на гору меня посадит ща я начну переключаться он уйдёт ща он пошёл посадил меня ща по прямой я его опять догоню и опять он меня не даст обойти мне не даст обойти его короче не поддаваясь на провокации газелиста этого остановился по горам он меня доставил ща по горам по этим он меня сажает остановился ща чайку попью дотрону дальше так ну чё почифанили едем дальше ну и вот отпустил эту газелечку теперь еду спокойненько кайфую короче никто меня не держит ни в кого не упираясь ни хрена ничего говорю же ситуация какая была я со стоянки выходил я видел эту газельку но он далеко далеко был то есть я вышел в полосу устал да уже и разогнался как бы нормально ну может быть он там ну пришлось ему может там скорость скинуть знаете там даже ему тормозить ничего не пришлось просто ногу с газа убрать ему надо было там или круиз выкручить может что-нибудь типа того вот он меня обошел и тут обиженный по ходу весь и вот наверное километров 30 мне 40 мозги пудрил вот так вот так ладно мы бы одни на дороге были а то сзади меня тоже хрен знает сколько машин ехало и вот получается он колонну забрал и едет обогнать не дает учитель херов так что не ведитесь на провокации видите дебил такой какой-то не адекват за рулем лучше его отпустить пусть едет вот или лишний раз тоже проигнорил и все как говорится не упадав не употребляться быдлу этому да что с ним гладиаторские бои же не будешь устраивать да на дороге битву моторов гладиаторские бои я считаю оно того не стоит кто за рулем сидит это оно там было так что говорю оно того не стоит нервы свои тратить на него там соляру свою на него тратить машину насиловать чтобы его обогнать там или еще там аварийные ситуации на дороге устраивать это нахрен не надо остановился как говорится полезное с приятным совместил полезное то что отпустил нервы свои сберег приятное чайку попил отдохнул чуток ну не то что отдохнул просто дыхание перевел новости пролистал комментарии почитал и все и дальше спокойненько поехал а где-нибудь аэроистории рассказывает что наверное самый культурный самый вежливый на дороге с него примеры надо брать как он есть как он с кем разговаривает как с ментами вот так вот на ты там щелбаны ментам говорит будет ставить там или пощечину ментам что остановил все законы знает все знает такой профессионал что мама дорогая как говорится знаем этот контингент знаем но на черте нервы подымать нервы кипятить и щекотать едем потихонечку вот хомяк транс попался я нато не буду обходить как говорится не уверен не отгоняй подождем когда будет нормальный но обзор когда просмотр хороший будет дорога свободная будет обойдем спокойненько и поедем дальше настал этот камаз не едет успокойся братан все мы на камазах ездили я горит обойдешь и поедешь дальше как я горит его обгоню я в нем сижу до дорогу конечно сделали вообще едешь вот так вот как по волнам туда-сюда плаваешь и пироги тормознулся надо окна помыть а то вам смотреть не неприятно дала смотреть короче окна грязные твоя зелёжа под липецком до липецка вот буквально вот час весок проехать и все и липец все ополоснул окошки давай брату давай 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 я не буду вылазить только ты тоже там на вкашетку нажми чуть-чуть шубахи все ребят чем у дома я на стояночку выгрузка у меня в понедельник обычно на стояночку первый рейс обмывать сейчас заедем возьмем мясо пожарим мясо подъем пивка и поговорим так что получилось такое коротенькое видео всем спасибо за просмотр всем пока